Ты прости меня, Эль, но я еще молодой, здоровый мужчина, со своими потребностями. Виктор прятал глаза в пол. Мне нужна нормальная полноценная женщина, а ты уж извини, теперь никогда не будешь такой. Прости, квартиру я тебе оставляю, я ж не какой-то там мерзавец. С этими словами Виктор накинул на плечи огромный туристический рюкзак, подхватил два больших увесистых чемодана и вышел. Эльвира молча проводила мужа взглядом. В голове была пустота. Да и что она могла ему ответить? Насильно мил не будешь. Виктор очень красиво ухаживал, дарил цветы и плюшевые игрушки, пел песни под окном, целовал под луной и клялся в вечной любви. Их свадьба была самой романтичной из всех свадеб их знакомых, а семейная жизнь казалась сказкой. Купили машину, затем квартиру, мечтали о ребенке. По выходным ездили на дачу к друзьям. В одну из таких поездок все и произошло. Виктор выпил и засобирался домой. Но уговоры Эльвиры и друзей оправдывался. Завтра хочу поработать. Нужно сдать важный проект. А пока я здесь проснусь, пока соберусь, пока доеду до дома, будет уже полдень. А мне бы хотелось в понедельник на совещании уже показать готовый проект. Но ты выпил. Эля привела главный довод. Элечка, я поеду очень тихо, не больше сорока километров в час. Зато мы уже сегодня будем дома. Я отосплюсь и завтра с утра со свежей головой сяду за работу. Виктор был непреклонен. Попрощавшись с друзьями, супруги сели в машину. Поначалу Виктор действительно ехал очень медленно. Но потом алкоголь дал о себе знать, и он начал увеличивать скорость. Витя пыталась утихомерить его Эля. Не гони, ты обещал, ты пьян. Не боись, у меня стаж вождения пять лет. Весело кричал муж и давил на педаль газа. Эля вцепилась в ремень безопасности, молясь только об одном. Встретить по дороге сотрудников ГИБДД. Пусть хоть прав лишают, но лишь бы они остались живы. Но, как назло, гаишников не было. Впереди показался крутой поворот. Витенька, милый, притормози, взмолилась Эля. Но муж ее не слушал. Че тут тормозить-то? Да увидишь, как я сейчас этот поворот пройду. Все прошло слишком быстро. Удар, звон разбившегося стекла, оглушающая боль и беспамятство. Очнулась Эля уже в больнице. Она попыталась встать, но тело ее не слушалось. Попыталась что-то сказать, но горло не могло выдавить ни одного звука. Эля обреченно вздохнула и тут же сбоку заметила какое-то движение. Мама. Элечка, доченька, наконец-то! Евгений Николаевич, Евгений Николаевич! Послышался топот шагов, и вот уже на Элю смотрит стревоженно-радостное лицо мамы и внимательные глаза молодого мужчины в зеленом медицинском костюме. — Эльвира, вы что-нибудь чувствуете? — спросил мужчина. Девушка снова попыталась ответить, но у нее ничего не вышло. На глазах у матери показались слезы. Молодой человек подошел к кровати и, присев на нее, взял Элю за запястье. Что-то прикинув, положил ей ладонь на лоб, а затем раздвинул глаза и внимательно их осмотрел. — Не беспокойтесь, Лидия Матвеевна, это просто последствия операции и последующей комы. Скоро речь вашей дочери восстановится, и вы сможете поговорить. Мужчина кивнул обеим женщинам, вышел из палаты. — Это Евгений Николаевич. Лидия Михайловна взяла дочь за руку. — Когда вы попали в аварию, за тебя никто не хотел браться. — Говорили, все равно не жилец. А Евгений Николаевич, дай ему бог здоровья, взял и вытащил тебя с того света. Десять часов оперировал, затем ввел в искусственную кому и сегодня вот велел выводить. Что с Виктором? Хотелось спросить Элли, но, словно почувствовав ее вопрос, в палату влетел муж. — Эллечка, любимая, ты очнулась? Я так рад! Элля видела, как мать поджала губы и даже бровью не повела, когда зять с ней поздоровался. — Прости меня, я не знал, что все так выйдет, но я обязательно помогу тебе встать на ноги. Я выхожу тебя, чего бы мне это ни стоило. Я все сделаю ради тебя. Домой Элля возвращалась в инвалидном кресле. Речь полностью восстановилась, в отличие от всего остального. Женщина не могла ни двинуть рукой, ни пошевелить ногой. Перед тем, как ее выписать, Евгений Николаевич пришел к ней в палату и сказал. — Я знаю, что то, что я сейчас скажу вам, будет нелегко принять, но вы должны знать, что с вами произошло и дальше будет происходить. Он внимательно посмотрел на Элю и, дождавшись ее кивка, продолжил. — Вы попали в страшную аварию, которая вас полностью обездвижила. Более того, вы потеряли ребенка. И то лечение, которое я к вам применил, чтобы спасти вас, скорее всего, не позволит вам в будущем стать матерью. Но у меня просто не было выбора, потому что в противном случае вы бы погибли. Шанс вернуть вам прежнее состояние очень мал, но он есть. Я разработал собственную методику, и она уже помогла нескольким моим пациентам. Если вы будете выполнять все рекомендации, то перспектива встать на ноги у вас повысится. Евгений Николаевич внимательно смотрел на Эльвиру. В его глазах читалась тревога и невысказанный вопрос. Не дождавшись от нее ответа, он переспросил. — Ну так что, будем продолжать лечение? — Да, — выдохнула женщина. — Конечно. Поначалу Виктор с энтузиазмом занимался супругой. Кормил ее с ложечки, выполнял все ее пожелания. Мыл, одевал, выполнял упражнения, предписанные врачом. Но через пару месяцев его пыл угас. Он все чаще стал ссылаться на усталость, а затем и вовсе переехал в гостиную, оправдывая это тем, что Эля допоздна смотрит телевизор, из-за чего он не высыпается. Однажды приехавшая Лидия Михайловна застала дочь в плачевном состоянии, в прямом и переносном смысле. Виктора не было дома. В последнее время он все чаще задерживался с работы. Эля сидела вся мокрая. Губы ее тряслись, из глаз лились слезы. Проклиная, на чем свет стоит непутелого безответственного зятя, Лидия Михайловна вымыла и переодела дочь, приготовила поесть и покормила ее, а затем позвонила мужу. — Лешенька, дорогой, собирай вещи и приезжай к Элечке. Поживем пока у нее. Пришедшему с работы Виктору была тут же устроена выволочка. — Ты совсем обнаглел? Почему ты оставил жену в таком виде? Понимаю, что тебе нужно работать, но и подготовить ее к твоему отсутствию тоже нужно было. А ты, мало того, что сделал ее инвалидом, так даже не можешь о ней позаботиться. Бессовестный, где твой стыд? Где твое раскаяние? Где желание исправить все, что натворил? Мало того, так еще и с работы не торопишься. Тебе наплевать на жену, которую ты же и угробил. Спустя два месяца Виктор собрал вещи и ушел. Лидия Михайловна как могла поддерживала дочь. Она выполняла все процедуры, предписанные доктором, но лучше не становилась. Эля словно не желала поправляться. В отчаянии Лидия Михайловна позвонила врачу. Евгений Николаевич, Христом Богом молю, помогите. Доктор не заставил себя упрашивать и вечером того же дня с двумя букетами цветов и тортом был в квартире Эльвиры. Что ж вы так, Эльвира Алексеевна, такая молодая, красивая женщина и не хотите бороться за свое счастье и здоровье? Непорядок. Я вынужден буду взять над вами шефство. Эльвира даже не улыбнулась. Но это не смутило молодого доктора. На следующий же вечер он снова был у нее дома и начал с ней заниматься. Эльвира безучастно следила за его манипуляциями с ее телом и мечтала, чтобы он поскорее ушел. Но Евгений Николаевич словно не замечал настроя своей пациентки. Он стал приходить к ним каждый день и заниматься с девушкой. А по выходным вывозил ее на прогулку в парк и заставлял есть мороженое. Оставьте уже меня, взмолилась однажды Эля. Неужели вы не понимаете, что это все бесполезно? Кто вам такое сказал? Евгений Николаевич опустился на ближайшую скамейку и развернул Эльвиру к себе. Я знаю, упрямо воскликнула девушка. Евгений усмехнулся и протянул к ее губам мороженое. На автомате она его лизнула, оставив ванильные усики над губой. И тут произошло то, что она никак не ожидала. Доктор наклонился к ней и, слезнув усики, поцеловал ее долгим нежным поцелуем. — Что вы себе позволяете? — воскликнула пораженная Эля, придя в себя и дала ему пощечину. Оба уставились на руку, которая только что сделала невероятное. Спустя несколько секунд Евгений притянул девушку к себе и снова поцеловал. Теперь уже страстным, полным желания поцелуем. У Эльвиры загружилась голова и, не отдавая себе отчета, она отдалась этому поцелую. Прошло немало времени, прежде чем молодые люди оторвались друг от друга. Тоненькие пальчики продолжали перебирать волосы на затылке Евгения. — Я же говорю, что вылечу тебя! — прошептал он, глядя ей прямо в глаза. Лидия Михайловна была на седьмом небе от счастья. Верхняя половинка тела дочери восстановилась. Теперь Эля сама могла есть, пить, умываться, передвигаться на инвалидной коляске. — Женечка, вы наш ангел-хранитель! — встречала она каждый раз доктора этими словами. Евгений улыбался, отдавал женщине цветы и сладости и устремлялся к Эльвире. Спустя два месяца Эльвира впервые встала на ноги и, придерживая Евгением, сделала первый шаг. Затем, упав на диван, заплакала. — Ну что ты плачешь? — целовал ее лицо Евгений, стараясь осушить слезы. — Радоваться надо, а не плакать. В эту ночь он остался у нее. Через неделю Лидия Михайловна с супругом вернулись к себе домой, оставив дочь в надежных руках заботливого доктора. — Эля, я давно хочу тебе сказать. Евгений замолчал, подбирая слова. — Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня? — Эля посмотрела в глаза мужчине. — Это правда? — спросила она шепотом. — Да. С того момента, как я увидел тебя, ты не выходишь у меня из головы. Я хочу всегда быть с тобой. — Но... — Женя, ты же знаешь? — Конечно, знаю. Я же твой личный доктор. Мне все равно. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Прошел год. Эля открыла духовку, чтобы посмотреть, как там себя чувствует мясо. Сегодня был их маленький юбилей, и она решила организовать романтический ужин для супруга, который вот-вот должен был прийти с работы. Раздался звонок в дверь. Скинув фартук и поправив прическу, Эльвира с улыбкой бросилась открывать двери. На пороге стоял Виктор. — Эээ, здравствуйте. А вы, наверное, новая сиделка? Он не мог поверить, что красивая беременная женщина, стоящая перед ним, его бывшая жена. — Что тебе нужно, Виктор? Эля встала в дверях, не давая войти мужчине вовнутрь. — Дело в том, Эль, у меня тут форс-мажор на личном фронте. Мне жить негде. Думаю, будет честно, если мы эту квартиру поделим. Она же в браке куплена. — Да не вопрос, Витя. Только я сначала напишу на тебя заявление в полицию о неоказании помощи пострадавшему. А потом сразу будем делиться. — О чем ты? Какой пострадавший? Кто тебе сейчас поверит? А вот я подниму все документы по этой аварии. Раздался голос Евгения. И сразу найдется масса людей, которые поверят. Глаза Виктора забегали. Он хотел что-то сказать, но ничего не шло на ум. Толпнув от бессилия ногой, он помчался вниз по лестнице. — Ну как там наш Тимофей Евгеньевич? Евгений наклонился к животу супруги. — Сильно хулиганил? — Сильно улыбнулась Эля и поцеловала поднявшегося мужа. — Думаю, всю ночь будет спать. — Значит, я не зря взял на завтра выходной? Все выспимся! — Засмеялся Евгений и поцеловал супругу. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго! До свидания!